и снова здравствуйте как говорили мы в первой части этого видео то что мы устанавливаем студию tizen sdk версия 2.2 ставим на внешний диск и мы остановились на том что необходимо произвести подключение нашей студии к телевизору у меня телевизор был уже согласован то есть на нем был включен режим разработчика и сейчас начале второй части мы вспомним к включается режим разработчика для того что включить режим разработчика на телевизоре нам необходимо узнать ip адрес в нашей локальной сети нашего компьютер телевизор и компьютер должны находиться в одной локальной сети и быть подключены либо по вайфай либо по кабелю вместе с одним и тем же роутером java должна быть ниже девятки то есть 8 152 хорошо подходит 8 162 тоже хорошо подходит но во всяком случае ниже девятой версии потому что как на всех последних студиях так и на этой разработчиками указано что с девятой версии java программа не работает и так для того чтобы найти ip адрес нашего компьютера в сети в локальной мы заходим любыми доступными для вас способами в панель управления затем проходим центр управления сетями и общим доступом открываем и смотрим то подключение которое у нас подключено мяча с ноутбук и телевизор находится в локальной сети по кабелю вот мне написано интернет 2 я кликаю по названию сети я открывается всплывающее окно состояние сети открываю вот здесь у сведения и видите адрес ip4 это и есть вот у меня он 192 168 102 это и есть ip адрес моего компьютера на котором установлена студия тайзен студия адрес компьютера в локальной сети и его нам будет необходимо ввести при включении режима разработчика на телевизоре для согласования телевизора с компьютера вам необходимо будет включить режим разработчика на телевизоре для этого вы заходите в смарт хаб пультиком набираете цифры 1 2 3 4 5 и у вас появляется вот такое всплывающее окно на телевизоре вы переключатель ставите во включить видите он написано и здесь прописывайте ip адрес вашего компьютера в вашей локальной сети еще раз обращаю внимание что у вас телевизор и компьютер должны быть подсоединены либо по вай фай к вашему роутеру либо по кабелю одинаково в одной локальной сети и здесь значит прописываем ip адрес нашего компьютера он у меня был 192 168 102 и подтверждаем и теперь необходимо выключить телевизор для перезагрузки но выключить его из розетки не только кнопкой но и из розет потом когда вы включите по новый телевизор у вас появится такая верху надпись режим разработчика там девелопер мода но и теперь вы можете значит когда эта надпись появилась режим разработчика вы можете согласовывать ваш компьютер там ноутбук что у вас с телевизором значит проходим давайте вот можно так можно так как угодно можно здесь открыть менеджер можно через столс менеджер девайсов уже открывается давайте посмотрим отсканируем что он нас найдет вот находит он моих два телевизора который сейчас включены этот телевизор у меня m серии этот телевизор к серии этот через кабель это через вай-фай у меня сейчас ноутбук включен по кабелю если я вот этот подключил у меня будет ошибка вот смотрите пошел включен через вай-фай сейчас покажет ошибочку увы нет такого вот как было у нас наверное возможно наверное все таки это какая-то огрешность этой версии то что не показывает ошибки Хотя в версии 2, 2.1 Она бы здесь показала ошибку Что не может подключиться А вот к этому телевизору Она должна подключиться Давайте проверим Он у меня как и компьютер Подключен через кабель Увы тоже подключение не идет Давайте попробуем подключиться Через вот этот менеджер Попробуем сканировать И значит вот этот рабочий телевизор Подключения нет Давайте попробуем Перспектива И reset perspective И давайте опять попробуем включить Вот видите Подключение прошло Соответственно если бы не получилось так То необходимо было бы Выйти в папочку Вот в эту Запустить по новой студию Только запустить не через вот этот файл А вот через этот Eclipse Через него запустить И об этом мы уже говорили с вами В нескольких видео Наших предыдущих На студиях 2 Это хорошо все прописано На сайте разработчика В особенностях данной студии Вот вы видите Вот давайте я сейчас включу Этот текст на русском языке Сейчас перейду в другой браузер Вот я в другом браузере И вот вы видите Значит На русском языке И вот говорится здесь Про известные проблемы Именно в студии Как вы видите 2.2 То есть то что не поддерживает Девятка И вот Так как подключение студии 2.0 Был Explorer заменен На диспетчер устройств Может привести к ошибкам В соединении проводника И исправить это можно Двумя способами Либо как мы делали Окно перспективы И сброс перспективы Либо же Запускаем Eclipse Эксессный файл Прописываем там Клеен Ну и сейчас я покажу Как это сделать Более конкретно Это значит Закрываете студию Которая у вас была запущена Исходя из того Что здесь у нас Еще мы не подключены Мы ее закрыли Теперь запускаем Через вот этот Эксессный файл Eclipse Я может неправильно Называю Но я думаю Вы понимаете О чем я говорю Запускаем студию Здесь вот Вверху В этом окошке Пишите Клеен И Вот видите Где вот здесь Слово Файл есть Вот его кликаете Соглашаетесь Ну здесь у меня У меня уже телевизор Подключенный У вас Это еще Он не включится Вы закрываете Студию И перезапускаете По новой Через Эксессный файл Запуска студии Запускаете студию И она Она у вас будет Подключена Ну и сейчас Давайте через эту студию Попробуем какой-то Файл закинуть Давайте сначала Попробуем создать Новый проект Так Открываем файл Импорт Тайзен Тайзен проект Следующее Выбираем архив файлов Находим Где у нас Виджет файл Есть Я иду по принципу Сейчас самого простого Через виджет файл Вот оно Я его открываю Следующее Здесь Платформа ТВ Самсунг Здесь у меня только 4.0 Выбираю Финиширую Пробую Запустить В эмуляторе Посмотрим В эмуляторе Запустится Или нет Виджет Как работает Эмулятор Здесь Вот запускается Эмулятор Вот Бранмауэр Так Сейчас мы увидим Вот Вот он Открывается Ну увы Ничего Не хочет В эмуляторе Запускаться Давайте Выключим Остановим И посмотрим Так Как будет Останавливаться На телевизор Рун Рун Аэс Тайзен Вепп Касьон Смотрим Внизу 30% У нас Пока Еще нет Сертификата Давайте Получим Сертификат Запускаем Менеджер Сертификатов Можно Через ТОС Можно Вот здесь Где я Сейчас Прошел Можно Вот так Открыть Менеджер Сертификатов Запрашивает Профиль Мы Соглашаемся И значит Получаем Новый Сертификат Плюс Получим Тайзеновский Сертификат Как-то Назовем Его Как всегда Тайзен Далее Получаем Новый Сертификат Здесь Имя Автор Тоже Пишем Вы можете Как-то По-любому По-своему Здесь Прописывайте Пароль Восьмизначный Какой-то Минимум Здесь Повторяете Следующее Здесь у вас Запрашивают Хотите ли вы Изменить Сертификат Дистрибьютора Либо вам Надо Публичный Сертификат Вас это Устраивает Вы Финишируете Сделать Активным Да Сделать Активным Вот у нас Профиль Тажен Активен Вот сертификат Автора Вот сертификат Дистрибьютора Закрываем Сертификаты Есть И теперь Закидываем На телевизор Закидываем Вот пошла Загрузка 58% 62% Все Приложение На телевизоре Так что Кто Вновь Устанавливать Будет Студию Версии 2.2 Знайте Студия Рабочая И Само Наверное Кого-то Заинтересует То Что Сегодня Мы Первый раз Устанавливали Студию Не на сам Компьютер А устанавливали На внешний Жесткий Диск И как видите Студия Работает Ничего страшного То есть Если у кого-то Мало места На компьютере Есть Винчестер Можно на Винчестер Закидывать И спокойно Работать На этом На сегодня Все До свидания Заходите Подписывайтесь Не пропускайте Рекламу Просмотр рекламы Это Ваше Спасибо Нашему Каналу До свидания До новых встреч